Давайте представим, что глава условного Volkswagen или Mercedes скажет «Мы не умеем делать автомобили, поэтому пока штампуем, что есть, а дальше посмотрим». Фантастика? Ну как посмотреть? Ведь гендиректор Ульяновского автозавода сделал ровно такое заявление. Так, во время интернет-конференции для казанской газеты «Бизнес онлайн» Адиль Ширинов позволил себе несколько откровений, начав с кризиса российского автопрома. «Потому что это уже не автомобильстроение, это не тот классический ОИМ, о котором говорят те, кто реально является ОИМ. Это прежде всего собственные разработки, это прежде всего свой инжиниринг, это своя компонентная база, которая напрочь отсутствует на сегодняшний день, к сожалению». Напрашивается вопрос, что делать. Ответы не попали на видео, но есть в текстовой версии интервью. И относительно Заволжского моторного и Ульяновского автомобильного завода они буквально шокируют. Напомним, что единственной надеждой УАЗа был проект русского «Прада», а точнее глубокой модернизации внедорожника «Патриот». Но господин Ширинов заявил, что русского ландкроузер «Прада» не будет. Да и ничего нового УАЗ уже не разработает. УАЗ не может создавать новый продукт. Во-первых, это огромные инвестиции, экспертиза и так далее. Создавать продукт? Какой? Нужно идти в ногу со временем. Новый продукт создадут те, кто может это делать. У УАЗа есть собственная ниша, свой сегмент внедорожников. Вот это сегодня и нужно отрабатывать. До того, как найдется более грамотное решение, которое мы тоже ищем. Но создавать там новый продукт мы не будем. Это утопия. Модернизировать или менять поколение фургонов и микроавтобусов по прозвищу «Буханка» тоже не станут. Невозможно модернизировать то, чему уже 70 лет. Зачем? У нее есть свой жизненный цикл. Просто надо ей дать дожить его нормально. Нужно позволить ей естественным путем уйти на покой. Заволжский моторный завод пока работает и будет работать. Но развивать эту площадку Солерс не собирается. Создавать там новые двигатели мы не планируем. Отрезал Адиль Шамилевич. Это означает, что ЗМЗ отказывается от нового семейства бензиновых турбомоторов. Единственной продукцией останутся атмосферники 409-го семейства. Очевидно, их будут выпускать, пока еще работает УАЗ. Продолжение следует...